Теория точности радиоэлектронных средств Дело в том, что параметры, выходные параметры радиоэлектронных средств должны укладываться в определенные пределы. В этом случае изделие, мы говорим, находится в работоспособном состоянии. Если какой-либо параметр выйдет за допустимые пределы, наступает отказ. Причем мы говорили о том, что внезапные отказы описываются моделью показательного закона распределения. А вот за счет влияния окружающей среды, температура, влажность и другие параметры, оказывает влияние на выходные параметры. Причем особенность заключается в том, что если затем привести внешнее воздействие в исходное состояние, то в большей части и значение выходных параметров примут первоначальное значение. Значит, таким образом, в этом частном случае, выход параметра за установленные границы приводит к так называемым постепенным отказам. Ну, а что за установленные границы? Установленные границы – это допуски. Это допуски. Конечно, в силу этого, обратив внимание, как оценить надежность и точность функционирования системы радиоэлектроники – это сложные системы, содержащие большое число элементов. Весьма актуальная задача. Ну, и я несколько слов, конечно, скажу. Ну, может быть, вы уже достаточно хорошо это знаете, но понятие классификации допусков о том, что допуску, вообще говоря, вот если есть выходной параметр, ее значение, вот, y0, то в классификации допусков можно считать, что есть верхнее отклонение, нижнее отклонение. Вот это дельта большое, это поле допуска, то есть допуски бывают симметричные, несимметричные, ну, а здесь можно допустим, y – выходной параметр. Симметричные, несимметричные, вот. И дельта – это нижнее отклонение. Дельта малая – это и есть дельта пополам. Вот. Здесь, если это симметричные, то координата середины поля допуска, она совпадает с математическим ожиданием выходного параметра. Ну, если не симметричные, значит, можно вот представить, вот, допустим, распределение вот здесь вот будет, допустим, е, координата середины поля допуска. Вот. Несимметричные. И бывают односторонние допуски. Ну, допустим, можем так вот изобразить. Вот. Дельта параметров имеет ограничение снизу и или наоборот верхнее отклонение оговаривается. Вот. А по месту возникновения различных погрешностей различают производственные допуски, эксплуатационные и ремонтные допуски. Ну, производственные допуски это допуски, которые возникают в процессе производства и они возникают в процессе производства и служат мерой точности при контроле регулировки. вот эксплуатационные допуски учитывают влияние окружающей среды и старение связано со старением. А ремонтные допуски отличаются от эксплуатационных тем, что в них не учитывается старение элементов. Ну, различает также функциональную и технологическую точность выходных параметров. вот значит если имеется допуск на выходной параметр, то можно говорить то, что он определяется в какой-то мере сумма допустим по модулю дельта х и и равновеси до n больших это условная вот такая запись показывает, что действительно можно вот здесь поставить знак неравенства, потому что для работоспособного изделия вот суммарная погрешность влияние и того параметра на выходной параметр вот определяется суммой и это должно быть меньше регламентируемой погрешности по техническим условиям. вот связи с этим возникает задачи расчета допусков. Первая задача это задача синтеза. Когда задан когда x и это когда задана допуск или погрешность на выходной параметр и вам нужно определить допуски на отдельные компоненты. Вот это задача синтеза. зачастую она решается неоднозначно и достаточно сложная. Но тем не менее именно эта задача наиболее интересна и она всегда присутствует. Вторая задача это задача анализа или поверочного расчета. Когда известны погрешности или поле допуска на компоненты и вам необходимо оценить при этом погрешность выходного параметра. Задача анализа она решается намного проще, чем прямая вот такая задача. технологическая точность она определяет погрешность выходного параметра из-за несоответствия при производстве сырья, оборудования, там точности и так далее. вот и мы это все понимаем. По своей природе еще также погрешности как вы знаете с первого курса разделяют на случайные вот систематические погрешности. Систематические погрешности вы это определяется зачастую методов измерения технических средств, а в некоторых случаях даже и субъективных ошибок. Конечно, в тех случаях, когда значение выходного параметра представлено в цифровом виде, то субъективная погрешность она отсутствует. А случайная составляющая, вот как вы это хорошо знаете, она возникает из-за воздействия многих случайных факторов. И для их характеристики необходимо знать функции плотности распределения, законы распределения, по крайней мере, и характеризуются, как вы знаете f от x, или, допустим, интегральную функцию распределения. Вот. Зная воздействующие факторы или проведя эксперимент, мы можем определить численные характеристики случайные составляющие погрешности связаны это с тем, что мы рассматриваем эту конкретную выборку, определяем ее оценки среднего значения, то есть математического ожидания, и дисперсии. Ну, чаще всего определяется среднеквадратическое значение, потому что преимущество, я уже вам отмечал, что это получается корень квадратный единица деленная на n без единицы на сумму x минус x среднее в квадрате. Я обращаю внимание, поскольку вы экзамен сдавали по курсу измерений и с первого курса, что вот в знаменателе эта оценка для того, чтобы она была стоятельной и не смещенной, вот стоит не n, а n без единицы. Вот полученные средние значения и отличие их от номинальных значений оценивается разностью их и сравнивает что значение x минус x среднее должно быть меньше t на седьма ну, допустим, x на корень если закон распределения нормальный, то в этом случае совершенно ясно, что с вероятностью t принимается как правило определяющая ширину поля допуска плюс-минус три сигма дельта большое и вероятность того, что случайная величина распределенная по нормальному закону будет попадать в этот интервал вот она высока 0,99 и 73 сотых и только значит 23 сотых процента значит будут попадать вне интервала вот ну, мы отмечали еще очень важные свойства то, что оказывается поскольку много очень параметров характеризует надежность и другие характеристики радиоэлектронных средств в силу большого их размерности n большое вот сложная аппаратура по сравнению с другими изделиями вот то оказывается что закон распределения выходного параметра чаще всего подчиняется нормальному закону и это не обязательно но часто используется вот мы говорим о том что погрешности по месту возникновения и причинам принято классифицировать на конструкторские и производственные вот конструкции конструкторские погрешности возникают при проектировании но не нужно сводить это просто к ошибкам тривиальным а это погрешности которые часто возникают из-за недостаточности вот допустим условия работы аппаратуру разрабатываем или там устройство и так далее вот производственные погрешности возникают из-за нарушения технологического режима и теперь очень важное такое замечание потому что анализ погрешностей занимает умы в общем-то человечество многие-многие даже столетия особенно это связано с развитием точных математических астрономических различных задач и решений вот так вот поэтому аппарат допусков погрешностей при анализе механических систем он хорошо разработан он достаточно хорошо разработан и значит математический аппарат который давал возможность оценить вот ограничения которые по точности могут возникать и некоторые неожиданные даже пожалуй результаты когда вы при ограниченном объеме допустим там наблюдений хотите получить высокую точность то там алгоритмы вычислений могут быть достаточно сложными но возникает так называемые ошибки счисления но я хотел здесь сказать следующее что для радиоэлектронной аппаратуры характерно то что выходной параметр в общем случае как вектор можно сказать что это функция времени и вектора первичных параметров и вектора первичных параметров х вот решение многих задач осуществляется путем привлечения аппарата уравнений математической физики или уравнений в частных производных уравнений в частных производных вот характерными такими задачами которые вы уже сталкиваетесь это решение задач электродинамики там действительно присутствует время или частота да и геометрия допустим излучающей системы вот вот все вот такого дуализма получается что аппарат который разработан для при анализе погрешности в механических системах он очень хорошо подходит и для анализа погрешности связанных с работой радиоэлектронной аппаратуры вот поэтому чтобы я хотел сказать что так уж получается действительно в микроэлектронике допустим размер пленки напыляемый или материал да они определяют вообще говоря допустим характеристики ну СВЧ допустим различных микросхем потому что туда входит и геометрия и частота поэтому этот аппарат хорошо приспособлен для решения не только механических различных задач по анализу точности и погрешности но и для электрических различных цепей и устройств систем радиоэлектроники депутат депутат Продолжение следует...